МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спасибо, что вы начинаете этот день вместе с вами. С нами сегодня в студии Ермяк Эльберген. Меня зовут Райхан Азизова. Это очень важный день. Это очень важный день. Вы можете дозвониться к нам прямо в студии, передать свои пожелания или же приветы через нашу программу по номеру 252120. Мы ждем ваших звонков. Да, я с вами согласен, Ермяк. КОНЕЦ 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 Да, я с тобой согласна, Ермек. Я тоже предлагаю посмотреть прогноз погоды на сегодня 27 октября. На выходные. Дорогие зрители, напоминаем вам, что мы работаем в прямом эфире. В эфире утренней программы Кухшенуры. И вы можете дозвониться к нам в студию по номеру 25-21-20. А также вы можете выиграть приз. На сегодня это у нас билет на КВН-игру Жайдарман на 30 октября. Ответив на наши вопросы. Первый вопрос. В какие годы и в каком городе создались первые казахстанские футбольные команды? Второй вопрос. Когда был создан футбольный клуб Огжетпес? Я, кормятки, біздің телегөремендер, сіздерде Жайдарман 20-30-ші Қазан үн өтетін Жайдарман ойынна билет ұтуалудың тамаша мүмкіндігі бар. Олышы, сіздер екі сұраққа жоуап беру керек сіздер. Бірінші сұрақ, Қазақстанда алғашқы футбол командасы қайшылы және қайқалада құрылды. Екіншісі, біздің жергілікті Огжетпес командасы қайшылы құрылды. Әрине, ол кезде Огжетпесі де баталған жоқ, атауы басқаша болып, дегенменде біздің осы көкшітаулық команда қайшылы құрылды. Осы екі сұраққа жоуап берсеніздер, бүгінгі билетімізі сіздерге біз тарту етуге әзіріміз. Ал телефон номеріміз 25-21-20 осы нөмерге қабарласып, сұрақтардың жоуым берігі беріп көріңіздер дұрыс-пұрыстығын кейінен айтып жаттарымыз. Ал енді қазір тағыда бір еңдіғана тұрып, еңдіғана ойым жатқан көріңіздеріміз болса, арнағы қосып жатқан біз көкшеніру таңғы таңғы таңғыңдық бағдарламасы назарларыңызда және істерге сергі балу үшін 3-4 атты жаттығы бағдарламасын сұнамыз. Внимание на экран! Всем доброе утро! С вами сегодня Наталья, фитнес-клуб «Капитал». Делаем дох, настраиваемся на занятия, еще и сделаем дох, не спешим. Сразу собираем стопы, руки на пояс и переходим на марш. Выше колени, выше колени, справа. Идем. 4, 3, степ-тач, степ-тач. Стопы параллельно, стопы ровнее. Не спешим. 4, 3, 2, захлёст, захлёст. Корпус на месте, корпус ровнее. Степ-тач, степ-тач. 4, 3, 2, все, балансы, шагом марш. Справа. Справа впереди, марш на месте. Идем. 4, 3, 2, переходим с вами на быстрый марш, на быстрый марш. Корпус ровнее. 4, 3, 2, стопы в месте. Отрываем стоп. Откол, сгибаем колени. Приготовились. 4, 3, 2, колено по одному. Правая. Левая. По два. По два. По два. Соединим колено по одному. По два. И добавим руки по одному. Правая. Левая. По два. Молодцы. Молодцы. По одному. Правая. Левая. По два. Молодцы. Джамп. Все, руки на пояс. Отрываем, отрываем стопы от пола. Приготовились. 4, 3, 2, джампинг-джек. Джампинг-джек. Молодцы. Еще. 4, 3, 2, джамп. Прыжок, прыжок. Прыжок. Приготовились. По моей команде. И сейчас добавим руки. 4, 3, 2, джампинг-джек. Со мной. Джамп. Джамп. Давай, давай. Еще, еще. Джампинг-джек. Молодцы. Джамп. Джампинг-джек. Джамп. Все, руки на пояс. Переходим на быстрый марш. И сейчас все соединяем. Колено по одному, по два. И вторая часть. Приготовились. Джамп. Приготовились. По моей команде. 4, 3, 2, вперед. Колено. А руки. По два. Джампинг-джек. Джампинг-джек. Колено. Правое. Левое. По два. Джампинг-джек. Веселее. Джамп. Молодцы. Все, руки на пояс. Переходим на быстрый марш. Не останавливаемся. Редко. Молодцы. Еще 4, 3, 4, 3, 2, шаг и марш. И сейчас начинаем с правой. Правая, впереди. Марш. Выше коленя. Правая. 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 Идем. 4, 3, 2, степ-тач. Степ-тач. Сгибаем колени. Сгибаем колени. Стопы параллельно. 4, 3, 2, заплёст. Заплёст. Корпус на месте. Заплёст. 4, 3, 2, степ-тач. И добавим прямые. Выпрямляем локти. Корпус на месте. 4, 3, 2, заклёст. 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 Степ-тач. Степ-тач. Не останавливаемся резко. У нас быстрый темп. 4, 3, 2, еще 1. Все. Руки в сторону. В сторону. И давайте к каждой себе похлопаем. Снизу наверх. Снизу наверх. Хлопаем в каждой себе. 4, 2, все. Молодцы. Марш! Марш! Выше колени. Корпусом не работаем. Корпус на месте. 4, 3, 2, ну и теперь шире шаг. Все остановились. Делаем вдох на месте. Не спешим. Выдох. Еще сделаем два раза. Вдох. Выдох. И еще заключительный вдох. Молодцы. Все. Ну и теперь стопы вместе. Согнуты колени. Обхватили колени руками. Обхватили колени. Заводим аккуратно вправо. Аккуратно вправо. Вправо. Расслабляем колени. Заводим влево. 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 Аккуратно. И чередуем. Сначала вправо. Влево. Прямо аккуратно. Вправо. Влево. Все. Молодцы. Вырастаем наверх. Шире стопы. Ширешок. Делаем с вами вдох. Вдох. Выдох. Еще и сделаем. Садимся уже ниже. Не спешим. И заключительный вдох. Вдох. Выдох. Все, молодцы. Собираем стопы. Ну что, очень аккуратно заводим плеч назад. Очень красиво. Очень красиво. Ну и теперь все остановились. Спина ровная, живот тянули. И все вместе со мной. Очень красиво. Одна в сторону. Всем огромное спасибо. Все молодцы. Занятие окончено. После утренней зарядки чувствуется прилив сил на весь день. Ты со мной согласен, Нирмик? Ариня, танго жаттого Сергея Валуга в этой жахсе. Мы не знаем, что танго жаттого. 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 Да, и по традиции у нас сегодня есть гости. Это директор футбольного клуба «Окжет-Пес» Семиди Федор, а также капитан команды «Окжет-Пес» Алибек Булешев. Здравствуйте. Как ваше настроение? Позитивное. Добро пожаловать к нам в студию. Расскажите, с каким настроем вы проснулись? Какие были ваши первые мысли сегодня утром, когда вы открыли только глаза? Настрой хороший, готовимся к игре, поэтому настрой только положительный и позитивный. Хорошо. Алибек? Проснулся, как обычно, радостный. Настроение всегда утром прекрасное. Тем более у нас сейчас игра, а когда игра, это праздник для нас. Завтра очень ответственный матч, и мы готовимся к нему. А завтра матч с кем? С Иртышом Павлодарским. Хорошо. А как ваша подготовка? Футболисты рано просыпаются? Тренировки когда начинаются? У вас режим дня каков? Если тренировка в 11, то режим в 8 утра подъем, завтрак и готовишься к тренировке. Массажируешься, возминаешься, готовишься. А ваши футболисты живут, кто вы себя дома, либо у вас есть как лагерь, общежитие? У нас есть база футбольная. База? Да. Если местный, он живет дома. Кто-то, если семейный, он снимает квартиру. Кто помоложе, тот живет на базе, соответственно. Да. У вас недавно только открылся новый клуб, новое поле. Расскажите, как ощущения, как там все? Клуб? Клуб не новый. Да. Да. Положили новое футбольное поле. Поле хорошего качества. Это большое спасибо администрации области, лично Акиму области. Поля хорошего качества. Футболисты переехали, играли только здесь, вернулись домой. Недавно было открытие. Мы играли с футбольным клубом «Тараст», выиграли. Ребята сразу чувствуются, что играли дома. Поэтому за первую игру за весь год сыграли только домашние. Прекрасно. Альбек, насколько важно играть дома у себя? Ну, это очень важно. Потому что, когда дома играешь, это как чувствуется, что поддержка трибун, приходит народ. Из-за этого, когда дома играешь, это совсем другое ощущение, когда играешь на выезде. Преимущество в том, что болельщики тебя постоянно подбодривают. Как игрок? Как тебе поле? Ну, вам не легко же 90 минут бегать на искусственном поле? Поле хорошего качества. Как бы мы все оценили. Но оно еще новое, но оно добротного качества. Прекрасно. Вот насчет поддержки. Насколько сильна ваша поддержка вот именно в нашем городе или даже по Казахстану? Вот когда вы играете, там бывает такое, что за вами всегда там разъезжает вместе с вами ваша, так сказать, группа поддержки. Болельщики важны, конечно, для команды. Спасибо большое, что нас поддерживают. Пришли, собрали практически полный стадион на открытии. И надеемся, что 28 числа придут, поддержат команду. Также в Кустанай выезжали недавно болельщики за командой. Есть, кто переживает. Людям важен футбол именно в Казахстане. Прекрасно. Когда вы в Астане играли, то ли выезжали наши болельщики и в Щучнинске, когда играли, постоянно наши болельщики выезжали. Вот что можете рассказать насчет игры с Иртышом? Вот настоящая игра. Очень тщательно анализируем соперника сейчас. Будем изучать. Сегодня будет у нас теория. Будем смотреть Иртыша соперника. И будем тактически готовиться. Потому что у нас очень важный матч этот, который мы должны победить. Я призываю всех болельщиков прийти поддержать команду. А как вообще происходит этап подготовки? То есть чем вы занимаетесь? В день игры или за день до игры? За день, либо за неделю. Как только вы узнаете, что у вас игра именно с этой командой, чем вы заняты именно? Что вы делаете? Благодаримся к этой команде. Мы видеообзоры смотрим этой команды, их игры, как они играют тактически. Изучаем каждого игрока. Нам объясняет тренер, кто куда должен бежать, объясняет такие ситуации. А в день игры проходит элементарно, просыпаешься, завтракаешь, что-то завтракает, то-то сразу обедает. А вы волнуетесь перед игрой? Я нет. А бывает такое, что у ваших ребят с вашей командой паника, они дрожат. Нет, но когда молодой всегда волнуется, мне кажется, когда молодой. Когда уже чуть постарше уже. Первая-вторая игра, наверное, в панике проходит, в депрессии. Давайте вернемся в турниру, в чемпионату. В этом году, скажем так, не радует с победами. Что можете сказать про этот сезон? Сезон сложился тяжелый для команды, поэтому хотим извиниться за такой неудачный сезон перед болельщиками. Но есть что исправлять, поэтому остались еще две игры, последние чемпионаты, которые, несмотря ни на что, нужно выигрывать и показывать хорошие фигуры. А как насчет поддержки именно от государства? То есть финансовую проблему у вас есть? Нет, это спасибо, опять-таки же, руководителям области. У клуба нет никаких финансовых проблем. Прекрасно. Ну, у вас сейчас теоретически есть возможность остаться в премьер-лиге, да? У нас 24 очка, там на 11 месте 26 и 29, да? 10. У нас теоретически, если мы наберем 30 очков, если они проиграют два матча, а вы на сколько оцениваете свои возможности? Да, и прямо сейчас у нас есть звонок, давайте послушаем. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. 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 Амин, здравствуйте. Не забывайте войны с нами. Все хорошо, спасибо. Ну, он спрашивает про этот сезон, говорит, почему так получилось? В чем причина? Ну, это неоднозначная, как сказать, причина, да. Провалили сезон полностью. Опять-таки же то, что команда играла вне дома. Весь сезон провела, скажем, на выезде. Астана, Щучинск. Устали, наверное, очень. Ну, есть, много причин есть, почему такой сезон шел. Неудачный. Сделают выводы, сделаем выводы. И будем идти дальше. Вот, Олег, ты играл за Хайрат, ты играл за сборную Казахстана. Как ты оцениваешь уровень футболистов, которые, ну, одноклубников, которые играют в лжетпистии? У нас есть и легионеры есть, и местные футболисты есть. Каков уровень футболистов сейчас в лжетпистии? Ну, если сравнить с Хайратом или со сборной, но я считаю, что, как считаю, есть хорошие футболисты, местные есть футболисты у нас. И Руслан Абжанов у нас есть вратарь, Тимудас Магамбетов, Султан Абилгазе, который сейчас играет в молодежной сборной. Но если сравнивать уровень, я думаю, что в Хайрате посильнее будет уровень того, что у них инфраструктура вся развита очень сильно. У них вкладываются очень большие ресурсы в детское, юношеское, в такие подготовки, чтобы в команды мастеров попасть. Ну, сравнивать нельзя, они мне сравнивают, наверное. А если порассуждать про уровень сборной Казахстана, мы, вот, закончился цикл на чемпионат мира в России, мы опять в группе остались последними. Каждым годом почти одна такая же картина. Отбор идет на чемпионат Европы, чемпионат мира. Но мы в группе последней. Что надо делать, чтобы поменять ситуацию? У нас только одна стана радует в Европу. Последняя игра выиграли. Ну, знаете, да, сборная старается. Сборная пошла там сейчас на омоложение. Много молодых ребят дебютировали в сборной. Но давать оценку сборной, это, наверное, будет неправильно, если мы будем давать. Есть руководитель федерации. Нет, что надо делать, чтобы, ну, по вашему мнению, повышенный уровень футбола у нас в Казахстане? Ну, развивать, во-первых, инфраструктуру, развивать детско-юношеский футбол. Это все идет азы. Это идет все с малых лет. Поэтому все нужно начинать, скажем, снизу. А потом будет результат. То есть у вас очень молодая, да, команда? Сборная сейчас, да, идет на омоложение. А вообще сколько команд, сколько групп именно по возрастным категориям? Ну, детский футбол вообще по 10 возрастов, 10-11 возрастов. Потом идет команда подготовки, скажем, дубль тогда, и потом уже идет основная команда. Поэтому есть ступень у ребят, чтобы пошагово идти. Да, понимание на эко. Наибольшего развития Кашитау достиг в 1970-е и 1980-е годы. Все существующие на сегодня в городе школы были построены именно в это время. Большими темпами шло жилищное строительство. Был построен дворец имени Ленина, новый аэропорт, который смог принимать на своей полосе большие самолеты, что позволило поддерживать авиасообщения с крупнейшими городами СССР. Москвой, Ленинградом, Алматой и многими другими. Построены новые здания железнодорожного и автобусного вокзалов. Кашитау стал крупным узловым авиационным и железнодорожным центром. В летние месяцы это было особенно заметно. Планируя свои поездки о покупке билетов, нужно было задумываться за 30 дней. Чтобы стать обладателем билета, приходилось занимать очередь в кассы с вечера, предшествующего дню начала продажи билетов. В городе работают несколько высших учебных заведений и филиалов научно-исследовательских институтов. В 1977 году численность населения Кашитау перевалила за 100-тысячную отметку. В 80-х годах развитие города стало особенно заметным. Кардинально меняла свой облик центральная часть города. Появились новые здания многоэтажных гостиниц, универмага, преобразилась улица Горького. Именно в эти годы были построены микрорайоны Центральный, Васильковский. Начал работать радиозавод, которому в перспективе отводилась роль крупнейшего завода не только в масштабах города, но и имеющего большое значение в масштабах Советского Союза. В 1982 году заработал Васильковский горнобогатительный комбинат. В 1984 году закончилось строительство фарфорового завода, построены новые корпуса областной больницы, открываются новые поликлиники. В эти годы были пущены и многие другие предприятия. Активно протекает культурная жизнь города. В городе работает русский драматический театр, открываются музеи литературы и искусства. Численность населения Кокшетау во второй половине 80-х годов перевалила за цифру в 150 тысяч человек. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас мы хотели продолжить беседу с нашими гостями. Расскажите, пожалуйста, теперь о личном вообще. Сколько лет вы работаете именно в этой сфере? Ну, футбол начинается у всех, наверное, с детства, да, с малых лет. Проходили все, и спортинтернаты, и клубы. Поэтому футбол есть с детства у каждого, наверное, кто занимается этим. А кто привел вас в футбол? Вы сами захотели? У меня старший брат мой играл в футбол, и я пошел там, но... Просто за ним пошли, наверное. А у вас какая-то история? Мама привела на футбол, и пошла потихоньку. Занимаюсь с восьми лет футболом. А у вас есть какие-нибудь достижения в футболе? Я чемпион, когда стану трехкратный обладатель кубка. Бравал чаще я. В два раза лучшим нападающим признавался. В сборной играли. В сборной играл. В разное до сих пор. Да, вот, а для людей, которые вообще понятия не имеют, что такое футбол, расскажите, пожалуйста, сколько игроков там в этой игре, сколько раундов или тайм-аутов? Ну, это, наверное, вопрос лишний. Нет, два тайма по 45 минут, 11 на 11, и 15 минут перерыва. Если ничья, там 15 минут дополнительных, два тайма еще, да? Да, если это кубок. Еще есть пенальты, я вот. Ну, давайте продолжим. А, режиссер объявляет, что у нас реклама. Кезекте, біз жарнама говерек, шағын жарнама, назарларыңызға сынамыз. Не переключайтесь. Кезекте, біз жарнама. Кезекте, біз жарнама. Кезекте, біз жарнама, 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 біз жарнама В Голландии неплохая сборная, только эти сборные нравятся. Если взять Испанию и Германию, у них отличается тактика, да? Испания более на мелких пасах играет, а Германия более силовой футбол играет. Как можно сказать, что и Германия нравится, и Испании нравится? Ну, Испания нравится тем, что они играют в мелкий пас такой, конвенционный футбол. А у немцев они как бы, ну как называется немецкая машина, они вот давят, давят свою линию, гнут, все равно додавливают то, что хотят, они делают. То, что им надо, они сделают свой результат. А если вот вернуться в Олжитпес, вот мы видели матч с Таразом, да? И предыдущие матчи, Альбек, ты сам стараешься, бегаешь, там, ну видно, что вот есть желание. А вот некоторых игроков, скажем так, может и они готовы играть, но такого желания снаружи не видно. Да нет, у всех есть желание, ты выходишь на поле, у всех есть желание, так не могу ни за кого сказать. Да, прошу прощения, у нас есть звонок. Доброе утро. Спасибо большое за ответ. Ну, верный ответ, мне кажется, мы объявим в конце нашей программы. Я говорю, да. И мы будем играть в первом дивизионе. Как будет стратегия нашей команды? Знаете, это будет сейчас неправильно говорить уже о первой лиге, да, потому что мы все сохраняем шансы и все все равно будем делать все, чтобы остаться в премьер-лиге. Поэтому у нас задача номер один сейчас остаться в премьер-лиге. А уже потом, если все сложно, то будем думать, скажем, про первую лигу. Ну, пока мы эти мысли, скажем, от себя даряем. Об этом не думают, да? Ну, и правильно. Команда об этом даже не думает. Команда хочет остаться в премьер-лиге. Федор, как спортивный директор пробежитесь по составу у нас? Сколько легионеров, сколько местных игроков? Я думаю, это очень будет интересно. Ну, легионеры у нас есть разные. Есть из Сербии, Грузии, Украины, Россия, Литва. Поэтому ребята очень квалифицированные. Да, не хватает сейчас травмированных легионеров, на которых была ставка сделана, которые выпали уже до конца сезона. Но есть и наши казахстанские футболисты, которые на хорошем уровне, которые играли в разных командах, играли в сборной страны. Поэтому коллектив хороший, футболисты хорошие собраны. Ну, опять-таки же, скажем, что команда провела неудачный сезон, весь год проведя на выезде, скажем так, да? И это, наверное, это был ключевой такой фактор, что команда занимает сейчас такое, скажем, не очень удачное место. Вот если вернуться на тему мирового футбола. Вот недавно прошел церемония награждения игроков FIFA, команды года FIFA. Вот что вы думаете, вот все спорят сейчас, Месси или Роналдо, Месси и Роналдо, да? Эпоху Месси и Роналдо говорим. Вот кого вы больше считаете, что, ну, хоть чуть-чуть лучше другого? Ну, как тут у каждого есть у них свои, они большие мастера, большие там футболисты. И у каждого есть свои плюсы, поэтому за ними всегда приятно смотреть, и за одним, и за другим. Поэтому они доставляют только удовольствие. Поэтому тут я не могу сказать, что кто из них лучше, кто заслуживает больше, скажем, да? Нет, вот, например, ваше мнение. Для меня, например, Роналдо лучше. Для меня Роналдо лично. Ну, все, значит, ладно, я скажу за месяц, тогда не за месяц кто-то должен сказать, да? Хорошо. Вот, мы сборная Казахстана, разные годы пробовали, да? Был местный тренер, казахстанский тренер, приглашали зарубежных тренеров. В этом плане, что вы думаете, как лучше? Для меня лично, чтобы был местный. Как бы, чтобы он видел всю, ну, все матчи смотрел, он, ну, внутренних футболистов всех знает местных. А иностранец, он придет, он пока это все изучит, это пройдет этап большой времени, когда времени может не хватить. Так и получается, я думаю. И нет еще у нас детско-развитые школы, мало. У нас только Кайрат, по сути, который даст футболистов. Таким должно быть в областях, 3-4 таких школы должно быть. А много желающих ребят вообще в нашем городе, кто хочет именно в ЛГЖТ сыграть? То есть, как сказать, с кадрами, с футболистами у нас проблем нет? Хотят все играть, конечно, если у нас есть детский центр, где занимается порядка, там, 600 детей. Поэтому я надеюсь, и я знаю, что у них все есть желание играть в основной команде. Вот мы знаем, что было сборы в Бразилии, да, вот для маленьких футболистов. Что это дало? Помогло как-нибудь развивать детский футбол? Это практиковалось на протяжении многих лет. Есть футболисты, которые прошли этот этап и играют сейчас уже и в сборных, и в основных командах. Тут нельзя сказать, что это положительный или отрицательный. Но я думаю, любой такой этап, он положительный, дает плюсы для нашего казахстанского футбола. Какой-то опыт наберется, опыта наберутся молодые ребята. Мы сейчас знаем, что у нас в Бразилии тренируют, так скажем, тандем, да, два тренера. Как это, когда тренируют два, скажем так, главных тренера? Даже хорошо. Это же, считай, четыре глаза уже. А нет таких споров между ними? Нет, такого не возникает. Они обсуждают перед тренировкой, все, как пройти, там, ну, каждый занимается своим делом. Можем сказать, да, что тандем у нас хороший, да, удался? Да, я считаю, нормально. Вот теперь у нас есть игра здесь, завтра будет, да, игра? Да, завтра. И с Вардабосы. Пятого нарября, да. Ну, вы Вардабос тоже готовитесь или пока... Мы сейчас думаем первым делом о завтрашней игре. Сейчас у нас от Арбосы пока нет мысли. Вот, а теперь вот, ну, сезон-то как завершается, по контракту у нас есть игроки, которые, не знаю, собираются уйти или... Ну, опять-таки же, контракты у многих футболистов заканчиваются. Это всегда такая практика в казахстанском футболе, что контракты все годовые, там, на один сезон. Поэтому разговариваем уже с ребятами, чтобы кого хотим видеть в команде. Поэтому, ну, опять-таки же, нужно остаться в премьер-лиге, что мы сейчас стараемся сделать. И поэтому уже будем мы решать. Я думаю, что многие футболисты сами бы хотели остаться в этом клубе. Вот Евро... Ну, мы же УЕФА состоим. Все вот первенства, скажем так, и Лиги чемпионов, и Лиги Европы, они проводятся, ну, скажем так, начиная с августа, да, заканчиваются в мае. В мае, в мае. А у нас, наоборот, чемпионат начинается где-то весной, заканчивается осенью. Насколько тяжело нашим игрокам играть в этих, скажем так, чемпионатах? Ну, ребята уже привыкли, это климатические условия нам не позволяют играть, например, чемпионат осень-весна. Поэтому мы играем там весна-осень, и то заканчиваем всегда. Начинаем рано, начинаем в условиях таких еще, что нет инфраструктуры хорошей, скажем, во всех городах. Поэтому начинаем, тоже есть свои минусы. И заканчиваем тоже, опять-таки же, видите, погоду, там зима, снег, везде практически. А вас не беспокоит погода на данный момент? То есть у нас сейчас очень даже холодно, лежит снег, а завтра игра? Игра, у нас хорошее поле искусственное, поэтому, да, холодно будет, но я думаю, ребята выйдут и покажут хороший достойный футбол. Вот мы, я скажу так, что в Кубке Казахстана тоже как бы особого результата не показали. С чем это? Ну, это весь сезон, но в футболе мелочей не бывает, знаете, есть такое выражение. Поэтому все складывалось так, и из этих мелочей, скажем, которые были отрицательны для команды. Это мой результат. Да, уважаемые гости телезрители нашей передачи, предлагаю посмотреть нашу следующую рубрику. Она окунет вас в увлекательное путешествие прошлого, которое произошло в этот же день. Внимание на экран. Внимание на экран. Внимание на экран. Внимание на экран. Субтитры делал DimaTorzok 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 Защищаете Лжет-Веса Ваши планы? На будущее? Да, на будущее Ну, я не знаю, пока ещё Я планирую, когда закончишь с wunderachi Лолом Пойти учиться на тренера А потом уже воспитывать, дать свой опыт Передать молодым мальчишкам Постараюсь так сделать То есть, чтобы быть тренером, Нужно обязательно образование? Да, обязательно Ваш стаж не играет никакой роли? Нет Нужно отучиться Учёбу пройти Мне кажется, что это очень печально случай потому что у вас очень такой хороший опыт багаж не одну и потом передадим надо отучиться для начала самому что-то узнать а это долго то есть сколько лет учиться год быть игроком и быть тренером это две разные разные вещи да а вот насчет завершения карьеры честно пока есть силы буду играть как пока даже не почувствую что все я закончу а есть такие возрастные категории что вот именно с этого года нельзя играть с этих лет нет пока есть силы игрока силы да вот здесь не ошибаюсь в андерсар когда закончим у 41 41 41 был или 42 воротарь был такой в голландии он захочет когда ему 41 до любит тоже можешь оставить свои пожелания пока с федором побеседуем что делается для того чтобы привлекать молодых футболистов именно наших кокштабских футболистов тому много много вот и в этом году когда вот такой сезон получился многие говорили что у нас как бы нету местных игроков очень мало местных игроков вот что делается для того чтобы привлекать место до пока сейчас футбольный центр начал работать не так давно скажем в городе но есть уже ребята которые на подходе есть опять таки же облгазы который сейчас вызывается молодежную сборную да есть абжанов есть куксин есть с магометов местных футболисты да может быть хотелось видеть больше молодых ребят но пока то что есть но есть хорошее поколение совсем молодых будем ждать их в основной команде а почему абжанов не играл со стуны но это тренера решили что и неплохо выглядел голубничий на тренировках поэтому это тренерское решение тренераторей наш тандем решили вместе поэтому дали шанс сыграть мишек или отдых то обжаннув перед но или отдых обжаннув скажем тогда поэтому они два равноценных два очень квалифицированных вратарях поэтому даже тренера то и тяжело сделать выбор вот сезон заканчивается ждем можно анализ сделать у нас какую проблему часто скажем так защиту надо усиливать или полу защиту и и то спорят аром проблему где надо усилить нашу команду везде нужно усиление нужно везде смотреть опять-таки же это нужно же конце сезона уже садиться и думать об этом потому что сейчас либо готовиться к игре либо думать уже кем усиляться и что делать тут разное поэтому мы пока все силы все мысли у нас связан с оставшимся матч альбекат вопрос нападающему всех все знают что нападать как вот почему ты выбрал эту амплу почему не защита не или не не полузащита не знаю даже права вратаря молча вратарь потому что рост не просто с детства как-то пошло вот играл в полузащите но как-то когда я учился по интертенате и как бы там не тренер сказал что будешь играть нападающий как с этого и пошло мне нравится почему-то играть впереди атаковать забивать вот можешь помнить сколько голов за карьеру за весь такой сейчас подождите хорошим кроме маркин доброе утро здравствуйте сваля стас можно вопрос дать алибеку большим конечно можно скажите пожалуйста алибека вот вам сейчас 36 лет в наполе бегать и как будто 18 может какие-то запрещенные препараты принимаете как можно до 36 лет играть опять спасибо за вопрос комплимент и заходишь по двух вам комплимент да нет я ничего не принимаю вообще ничего не как бы не какие-то эти не пьяни анаболики там всякие там как называть все стероиды там вообще ничего не принимать не за есть здоровый образ жизни хорошего не нарушая иногда бывает не без этого вот график тренировок уже писал как уфа это чтоб форму держать постоянно тренировки должны ждать каждый два раза день а по сколько часов по полтора по полтора разное бывает что выказывает тренировки день там две тренировки зависимости от графика когда следующая игра все зависит от это если сейчас у нас идут два на треть игры поэтому тренироваться даже принципе нет времени ребят восстанавливают уже готовят игре а вот когда поле не было здесь может писать где вы тренировались там же да в чеченске восстанавливать на сцене в основном восстанавливать на основном поле или другой поле было и основной было и запасной на поле будет тренировались даже не дома да хорошо вот если сказать насчет от голов если вернуться к теме голов бывают голозы да считается за за рубежом по моему это специальные журналы считается ты 100 забил 100 голов забил за пример в премьер-лиге а в первой лиге забил мячей 50 наверное 40 не знаю не считал не считал до пример для милиста а у вас есть какой-нибудь рейтинг ваших же футболистов то есть кто впереди позади и рассчитать конечно кто забивает у них есть там соль кто бомбардир за все время на данный момент кто у нас в этом году в чемпионате я лидер в этом году это голу жиром был нет ли уже должен же сейси с козлов я не знаю что сюда козлов так как мы забиваем очень мало поэтому у нас нет прям таких скажем насколько у нас в этом году 24 так забились не ошибаюсь не так вчера таблицу смотрел и забудешь у нас сейчас 24 очка вот это самое главное что мало очков у нас ну надеемся что до конца сезона будет 30 а другие команды остаются 26 и 29 постараемся сделать вот много говорите о молодежи местной молодежи что будете делать для того чтобы увеличить их количество стратегия клуба скажем маркетинговых во первых нужно создать инфраструктуру для для молодых что было где заниматься где тренироваться это самый главный фактор скажем так создать условия для молодых когда создашь условия тогда уже можно и смотреть уже сможет спрашивать и из тренеров и руководителей со всех поэтому самая главная инфраструктура так как есть сейчас футбольное поле есть и где заниматься молодым ребятам поэтому будем стремиться но опять же кадры тоже до футбольного центра насколько мне известно и зная что там ну квалифицированы ребята работают местные кто раньше играл поэтому будем ждать и будем надеяться на то что вырастет у нас дальнейшем очень хорошая талантливая молодежь да наша следующая рубрика модно быть здоровым не переключайтесь внимание на экран самый большой джекпот когда-либо выигранную однорукого бандита составляет 27 миллионов 582 тысячи 539 долларов он был получен 15 ноября 1998 года казино мега бакс 60-летней жительницы лас-вегаса примечательно что выигравший в этот огромный приз женщина прошлом работала стюардессой а всего за месяц до того выиграла у другого однорукого бандита модели колесо фортуны 680 тысяч долларов арен спеллин продюсер телесериала в том числе сверхпопулярного beverly hills выстроил для себя дом на мэйплтон драйв голливуд особняк общей площадью 3390 квадратных метров расположен на участке 6040 квадратных метров при доме есть музей кукол 4 бара 3 кухни гимнастический зал театр 8 двухместных гаражей плавательный бассейн олимпийского класса кегельбан каток 6 цветников 12 фонтанов и даже специальное помещение для упаковки подарков февраля 1998 года кусок пирога оставшийся после свадьбы герцога и герцогене виндзорске был продан на аукционе сотбис за 29 900 долларов предпринимателю из калифорнии бенджамину и моего жене аманди 2013 году в отырау оркестр из одной тысячи музыкантов исполнивший кьюи курман газы вошел в казахстанскую книгу рекордов гиннеса а а герцогене герцогене кукол 2 брахмет стириде танкут лектерный зол досанкар вот в этом теле горминер ге хочу попросить болельщиков прийти завтра поддержать нашу команду в тяжелую минуту нам тяжело сейчас очень спасибо что приходите спасибо что позвали нас приятно было побеседовать спасибо большое ждем завтра всех на матче будем рады видеть всех поэтому ваша поддержка нам необходимо прекрасно свою очередь мы тоже хотим пожелать вам удачи спасибо что пришли к нам в студию несмотря на то что что у вас завтра игра и так наверно нету времени у вас очень плотный режим еще раз желаем удачи не болейте не как сказать не огорчайтесь бывает всякое мы поддержим вас всегда и везде спасибо большое спасибо алказыр баскор мидер нынг назар на шаган она злюсь яны осев а веге кизик премис внимание на экран не переключайтесь тают на ветру и что мы разлетаемся на миллионы осколков я тебя нашел из тысячи диких лун мне нравится столько мне нравится дорога пусть мне давятся твои облака не надышаться столько им ну и пусть и я хоть волшебный закат они думали мы упадем океанами стали мне это нравится нравится друг для друга с ума сойдем поцелуй поцелуй ведь без тебя мне не справиться они думали мы упадем океанами стали мне это нравится 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 друг для друга с ума сойдем поцелуй ведь без тебя мне не справиться сгорать дотла дышать тобой мне бесконечно хочется и мой огонь он никогда не кончится держи меня мне без тебя не справиться сгорать дотла сгорать дотла в твоих руках мне нравится а не думали мы упадем океанами стали мне это нравится нравится друг для друга с ума сойдем поцелуй ведь без тебя мне не справиться поцелуй поцелуй ведь без тебя мне не справиться океанами стали мне это нравится нравится привет астана как настроение и а и и и и и Субтитры делал DimaTorzok 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 Пример Лиги Играет команда в Премер Лиге И как бы Ну понимаете просто Бывает, что Команда вылетает и просто меняется все абсолютно Вплоть до тренера и руководства Может, придет другой тренер и скажет Что он не нужен в команде Но такое тоже бывает Пока я даже не думал об этом однако 2020 года Был самый важный бой Вы понимаете, это тоже какая-то часть зависит не от нас. Почему? Потому что селекция занимается, допустим, других футболистов приглашают, ну как бы не мы, это приглашают тренер, спортивный директор, и как бы команда полностью набирают под какую-то тактику, под свое видение футбола. А мы, получается, только исполнители. И получается, как бы все совокупно, вот так вот и получилось, что мы не смогли, может быть, и тренер, может, не донес как-то. И вот все в этом совместно. А сложно играть вообще под руководством? Тем более у вас не один тренер, а тандем, как мы уже поняли. Ну как сложно, это как бы мы привыкли. Это может как у вас тоже профессия, вы же тоже у вас какой-то есть начальник, который руководит вами. Так же у нас, в принципе, тренер, который нами руководит, управляется. Да. Красивый директор, как и другие, как и другие, как и другие, как и другие. Да. Это 10 лет, а также там играем для молодежи. Какой игрок, как раз ты играешь играть? Какой игрок, как игрок? Это не обычный. Добро пожаловать в наш канал! 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 Да, наша следующая рубрика «Модная, будь здоровым пониманием» на экран, не переключайтесь. Пушистые и длинные ресницы – важное орудие в арсенале любой женщины, желающей быть привлекательной и нравиться мужчинам. Мало кто из представителей сильного пола способен устоять перед томным, обволакивающим взглядом из-под красивых густых ресниц. Задумывались ли вы о том, как ухаживать за ресницами, чтобы создать образ, самый обаятельный и привлекательный? Что делать, если ресницы выпадают? Периодически на своих щечках мы замечаем опавшие ресницы. Тот из нас, махнув драгоценный волосок, тщательно осматривается в зеркало, пытаясь понять, это случайность или серьезная проблема. Для начала стоит запомнить, что ресничка человека живет около 90 дней, а полное обновление ресниц происходит за 7-8 недель. Так что, если вы случайно заметили выпавшую ресничку, тревогу бить рановато. А вот если ресницы просто осыпаются с ваших глаз, становясь все реже и реже, то пора заняться этим всерьез. Существует несколько причин выпадения ресниц. Косметика низкого качества, неправильный уход за ресницами, аллергия или воспаление глаз, различные заболевания, ослабление иммунитета. Если выпадение ресниц не связано с отсутствием ухода, то вам лучше обратиться к врачу и начать лечение. В обратном случае, пока не поздно, начните ухаживать за своими ресницами. Прежде всего, ресницам требуется питание, а также будьте осмотрительны при выборе туши для ресниц. Покупая такое косметическое средство на уличных лотках, вы рискуете нарваться на поделку и нанести серьезный урон своему здоровью. Если в процессе использования туши у вас появился зуд, покраснение глаз, немедленно смойте макияж и распрощайтесь с некачественной тушью. Не забывайте снимать макияж каждый вечер перед сном. Делать это нужно по направлению от переноси к сколам. Нанесите средства для снятия макияжа на верхние и нижние ресницы. Большие значения для густых красивых ресниц имеют правильное сбалансированное питание. Старайтесь оградить себя от переизбытка сладкого и мучного, ведь именно углеводы мешают организму усваивать те вещества, что укрепляют ресницы. Загорая защищайте глаза качественными солнцезащитными очками. Дело в том, что отрицательное действие ультрафиолета распространяется только на кожу, но и на ресницы, и волосы. В эфире утренняя программа Кукшенуры. Если вы хотите поучаствовать в нашей программе, звоните по номеру 25-21-20 и оставляйте свои контактные номера. Мы обязательно вам перезвоним. Сейчас мы хотели бы продолжить беседу с нашими гостями. Если у них активно любит minimalist rules outside Кыжану, то я посмотрю ли, условноvia 할 границ, У нас есть футболы, команды, команды, команды. В этом время мы увидим чемпионаты. Европа, Англия, Испания. Мы увидим чемпионаты. Мы увидим чемпионаты. Мы увидим любые матчи. У вас есть кумир? Определенный человек, к которому вы всегда стремитесь? Нет, кумир, определенный. Как вы думаете, чемпионаты? Мы думаем, что АПЛ лучше? Или Ла Лига? Ла Лига, Барселона, Барлокул, Барлокул. АПЛ больше нравится. Ливерпуль. Более за Ливерпуль. Не прям что фанат, но нравится эта команда с детства. А так мы постоянно все матчи смотрим. С другой стороны пример для подражания. Мы смотрим, как команда играет, какую тактику, что видно, что не видно. Постоянно смотрим. Кумиров тоже нет. Нравится то, как играет. А кумир такого нет. А у вас есть хобби помимо футбола вообще? Хобби это как бы семья. Все остальное. В свободное время как бы только семей. Может вы поете, играете на гитаре, в шахматы? Нет, в свободное время просто люблю. Только футбол? Да, с друзьями встретиться там в свободное время. А как вы отдыхаете? По-разному как получится. Такого прям нет. То есть у вас здоровый образ жизни, да? Здоровый образ жизни, да. Я надеюсь. Очень. Если у вас есть хобби, то у вас есть хобби. Да, нет. Много времени не бывает у нас свободного. Просто бывает даже, некоторые люди думают, что он потренировался там полтора часа и все. Свободный все. Даже до тренировки нужно готовиться. После тренировки это уже усталость какая-то и уже ничего не охота как бы делать. Поэтому как бы времени свободного нету. Немного. Бывает там теоретические занятия какие-то есть. Выезда и все совокупие. Как бы свободного времени мало. Можно сказать. В этом году Тараз Бенойнен гейн, Байкагамнис. Ужитпе стадионных артнан, Ауэльбиф Кошес чаланнжаттен. Баллар. Баллар руты губ. Судим меня фото, скиллерге. Афтограф алгоргалар герб. Усхан калай грасти. Афтограф алгоргалар. У меня было много времени на день. Баллар. Баллар. Обаллак. Усхан калай. Ты был истинный. Афтограф алгоргалар. Усхан калай. Усхан калай. Усхан калай. Усхан калай. Баллар. Так же был маленьким пацаном, приходил, брал автографы и прекрасно их понимаю, потому что я сам в Иташкоре был, ничего тут такого нету, ни стыдного, ничего. Султан, я не знаю, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь? Я очень для с Consultа, очень слепей в пол. Примерно, потом выяснили устроен jurisprudения, и другая оба вам Да, наша следующая рубрика «Бренды в тренде». Внимание на экран, не переключайтесь. Как гласят две растиражированные в народе мудрости, образ делают аксессуары, а дьявол кроется в мелочах. И если шейный платок – это аксессуар, способный придать наряду пикантность, то способ завязать и носить его может оказаться той самой мелочью, которая либо сделает образ модным, либо выдаст обладательнице шарфа несовременную особу. Какие шейные платки будут актуальны осенью 2017-го? Как модно завязывать и носить их? Подробный обзор коллекции в рубрике «Бренды в тренде». В предстоящем сезоне стилисты предлагают множество разнообразных моделей. В тренде комфорт, стерженный шик, женственность и элегантность. Цветовая палитра не ограничивается строгими рамками, но дизайнеры призывают отдать предпочтение ярким выразительным оттенкам. Основная тенденция осенне-зимнего сезона – платок должен сочетаться по цвету с какой-либо вещью, присутствующей в наряде – сумкой, сапогами, пальто. Самые популярные цвета – белый, оранжевый, желтый, зеленый, синий, бордовый, фиолетовый, горчичный, бирюзовый. Среди принтов самыми модными являются клетка, полоска, горох, флористика, абстракция, хаотичные фантазийные рисунки. Бесспорным лидером сезона является градиент – плавный переход одного цвета в другой. Продолжение следует... 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 Как вы думаете, что вы получаете футболу в футболе? Но я только один могу советовать, чтобы каждый молодой игрок только трудился. Я люблю, что каждый человек должен работать, а в спорте это должно быть упорнее. Если будет трудиться, ну и плюс, допустим, талант должен быть. Если будет трудиться, я думаю, что это должно получиться. Я говорю, что ведущий дизайн, кто не так любит. Держите покупку, две. Я не знаю, что вы думаете, а вoeuvное интро, какие мы строим. Что вы думаете для the ανтекресс? Нам не узнает на их судьбе. Немного лет. Я не знаю, что вы думаете, что вы думаете, что вы думаете, что вы думаете. что сказать болельщикам про этот сезон? Ну, во-первых, хочу сказать большое спасибо за поддержку. В Астану постоянно приезжали. Во всех городах практически были. Я хочу даже отметить, что вот есть болельщик Виталии, его зовут, он как бы во всех практически городах был. Я даже удивился, что он один приехал в Актюбинск, и один болел, как бы стоял. Я его увидел, как бы удивился чуть-чуть. И всем болельщикам огромное спасибо, что до конца, можно сказать, поддерживают, верят в нас. И мы, как бы последние игры, будем стараться играть для них. Как бы все игры для них играли, но, можно сказать, где-то не было возможности играть для них. А сейчас вот осталось игра вот даже здесь, где будем только для них играть. Друзья, у нас есть дастыр-бойнча. У нас есть арнаик тилек-китапчасты. Учерде, у вас есть тилек-китапчасты, когда мы работали, мы были на этой команде, уже готовы, и зачастую следующую игру. У нас есть тилек-китапчасты, мы нет, но и для них мы даже не можем. Значит, конечно, все же, куда-то будет проведен. Мы должны привести к этому. Есть ли какие-то отборы, И нужно сначала попасть в дублирующий состав, где молодые игроки играют до 21 года. И как бы там себя показывать, если там себя показываешь, на это смотрят тренера основной команды. Если они увидят в тебе там талант или что-то футбольное, тогда они приглашают. А так, если без дублирующего состава, ну как бы тяжело, есть какие-то там исключения, но очень тяжело там без дублирующего состава сразу попасть в основной. А так только будем через дублирующий состав. Ну можно сказать, через первую лигу вообще это бывает. А есть ли такие игроки-команды, из-за которых прям держатся, что без них игры, возможно, и не будет? Ну во всех командах есть как бы лидеры. Лидеры есть и на поле, и за полем, как бы в развивалке лидеры свои есть. И есть игроки, допустим, которые являются как бы подушкой между тренерским составом и другими футболистами. Они как бы налаживают связь, контакт, как бы пожелания. Я думаю, да не может быть. А сакс, пожалуйста, пожелания. Расп transformалhole на полдтовый футболе, что с чемпионаты друг и между poder enforcement. После второй голар, farkем все Enterprise чемпионаты. Я хочу сказать вам спасибо за приглашение. Очень приятно беседовать с вами. Спасибо. 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 Спасибо.